Далее. Ударный гайковерт на пневматике. Благодаря умной конструкции он легко справляется с упрямыми болтами. Пневматический ударный гайковерт. Он закручивает и ослабляет болты. Работая на сжатом воздухе, этот гайковерт может вращаться со скоростью до 7500 оборотов в минуту. Даже если болт застыл неподвижно, гайковерт может бить по нему, пока он не начнет поворачиваться. Удивительное дело. Ударный гайковерт может одновременно крутить и бить. Круто. Но как он устроен? Пневматический ударный гайковерт. Ротор, упор, молотки, рама. Гайковерт соединен со шлангом для сжатого воздуха. При включении сжатый воздух врывается в ротор, заставляя его вращаться. Ротор вращает раму молотков. Внутри рамы два молотка особой конструкции захватывают упор, заставляя его вращаться. Упор поворачивает болты. Если болт застрял и упор не может повернуться, молотки устроены так, чтобы продолжать движение. И при вращении они бьют по упору, пока он не раскрутит болт. Чтобы узнать, как гайковерт одновременно поворачивает и ударяет, давайте его вскроем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сжатый воздух толкает любые стенки, которые его окружают, стараясь вернуться к первоначальному объему. Это и есть давление. Чтобы раскрутить болт, регулятор воздуха из задней стороны гайковерта пускает сжатый воздух в один из двух каналов. На другом конце канала воздух ударяет по лопастям ротора, вращая его. Вал ротора поворачивает раму молотков, которая в свою очередь вращает два остальных молотка, закрепленных внутри нее. Эти молотки — плоские тяжелые кольца, установленные друг за другом. Упор — это металлический цилиндр, расположенный внутри молотков. Благодаря двум выступам на внутренней поверхности молотков и соответствующим им скосам, выступающим над упором, молотки могут зацеплять упор и поворачивать его. Итак, молотки вращаются, поворачивают вместе с собой упор, а упор крутит болт. Но если болт на другой стороне упора отказывается двигаться, то и упор поворачиваться не сможет. Нет проблем? Благодаря хитрой форме молотков они могут обойти упор, сделать новый поворот и ударить по упору. Как? В раме молотки удерживаются на месте с помощью двух металлических стержней, которые входят в две выемки на противоположных сторонах колец. Одна из выемок крепящая идеально соответствует стержню. А выемка на противоположной стороне больше стержня. Это значит, что молоток может поворачиваться туда-обратно относительно крепящего стержня. Если упор не повернулся, а когда молотки его захватили, молотки чуть отклоняются назад, обходят упор и продолжают вращаться. Доворачиваясь до прежнего места, молотки ударяют по упору, обходят его и бьют снова и снова, пока болт не ослабеет. Затем молотки зацепляют упор и поворачивают его. Дело сделано. Чтобы закрутить болт, регулятор переключается, сжатый воздух течет по другому каналу, ударяет в лопасти ротора с другой стороны, заставляет ротор вращаться в другом направлении. Ротор крутит раму молотков, которая вращает молотки. Молотки двигаются в обратном направлении, и захватывают упор с другой стороны, вращая по часовой стрелке и закручивая болт. Ударный эгайковерт — мощный инструмент. Если болт не двигается, он может по нему стучать, вращаясь и ударяя по нему снова и снова, пока болт не сдастся. С помощью сжатого воздуха и двух блестящих придуманных молотков он легко закручивает и откручивает болты. Славно.